Это сейчас Павел Рубцов стремится завоевать золотой значок ГТО. А ведь совсем недавно его лишний вес отрицательно сказывался на качестве жизни. Молодой человек записался в спортзал. Теперь дня не может прожить без занятий и гордиться личными рекордами. Подтягивается на турнике, качает пресс, за полминуты проплывает полсотни метров. Два года я занимался бегом, легкой атлетикой и, соответственно, физкультурный клуб, тренажерный зал. И вот дочь тоже приобщила к этому. В прошлом году она сдала на золотой значок ГТО. И в этом году я решил, о чем же я занимаюсь. Уже два года надо отметить уже на доску почета каким-то знаком. Но вот решил в этом году сдать. Для тех, кто хочет получить значок ГТО, городской департамент спорта регулярно проводит задачи нормативов. Для каждого возраста, а это 9 наименований, свои показатели. Каждый человек должен быть спортивный, бодрый, сильный. Тебя должен быть готов и к труду, и к обороне. И, конечно, спустя какое-то время этот комплекс был возрожден уже президентом нашим Владимиром Владимировичем Путиным. И сейчас он развивается, развивается очень хорошо. Набирает это движение популярность во многих городах нашей страны. Точнее, почему во многих, во всей России. И Самара, конечно же, не исключение. Мы стараемся также активно развивать это направление. На первом этапе силовом нужно было подтянуться на турнике максимальное количество раз. Отжаться от пола, прокачать пресс, продемонстрировать гибкость, выполнив наклоны вперед. На втором этапе участников сдачи норм ГТО ждала стрельба из винтовки и бег на короткие и средние дистанции. Сейчас у нас будут игры ГТО. Ждем приезд 14 декабря в 48 регионах. В играх мы призерами становимся. У нас хорошие есть. Такие крепкие индивидуумы, которые предовые места занимают. Нормы ГТО сдают уже несколько десятков лет. В советское время обладатели значков ГТО считали героями спорта. Сейчас эта традиция снова вошла в моду. На сдачу нормативов в Самаре приходят целыми семьями и трудовыми коллективами. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.